Второй пик себе, дали им право выбора, ну и собственно забирается сразу же Death Profit и Razor, видно что наигранная, скажем так, отработанная комбинация, почему бы и нет. Cloud9, получили себе с ковров мага, получили пака, ну и в банах сидят Висп, Вичдоктор, Cloud9 не думали, почему второй пик просили в Virtus.pro Polar, поэтому на всякий случай побольше героев выпустили из бана, как можно видеть. Ну и теперь банят Трента, Огрмага, здесь в банах Бримастер, Фейслис Войт и Вайпер, ну и последний бан второй фазы для Virtus.pro, банят Террор Блейда, раз не стали его брать сразу же Cloud9, но брать Террор Блейда, учитывая что есть Death Profit и Razor, есть вероятность что игра кончится достаточно быстро, возможно было бы, ну не самой лучшей идеей. Ну и теперь Virtus.pro пора показывать, какие здесь задумки по поводу саппортов, то есть, если бы более-менее определились уже, что Лил у них постоянно играет на Death Profit, профессиональный игрок на Death Profit, что Razor достаточно неплохой товарищ, при датчике ты сам Death Profit, что вдвоем они просто вбегают, включают ультимейты и всем надо просто бежать. То по поводу саппортов, по поводу оффлейнеров, возможно вариасы, вот собственно Кентавр сейчас напрашивается прямо-таки в драфт. Время и минута. Думаю, это ВП, размышляет. Леон, тем не менее. Появляется Мирана от Cloud9. Как я понимаю, это саппорт Мирана, все же, что будет они со Сковоротмагом бегать, пытаться делать дела, надежного стану нет, если это саппорт Мирана. А если это не саппорт Мирана, то возможно это даже боевой трейлейн. Эршейкер напрашивается в драфт со стороны Cloud9, а Кентавру все еще открытый вопрос. Никс Ассасин. Похоже есть задумка какой-то эксперимента глубока, вот он собственно думает, появляется ли он, появляется Никс. Бэйн от Cloud9, Мирана Бэйн. Плюс еще есть Сковоротмаг, они в траве могут прийти и разор не дать жить. Я на сейфлейне, похоже, план именно такой. Посмотрим, как это будет работать. Последний бан, пока что вот, собственно, смотрит ВП. Понимает, что не хватает героя, скорее всего, для Айны, какого-то прям-таки фармящего. Именно Кэри. Вот надо, собственно, подумать, кто здесь может такой быть. Потому что пока что Cloud9, но герои достаточно худенькие. Хоть они отпрыгивают, хоть и могут спасать друг друга, пытаться там, и Найтмер можно надевать ей. Потом, я думаю, и Форстав, и Ивл, и все это, конечно же, появится. Но, тем не менее, учитывая, что есть Леон, учитывая, что есть Никс, даже два этих саппорта уже способны просто за две кнопки соло кого-то убить. Банят Лекана. Учитывая количество агрессии от Cloud9, возможно, действительно, они нацелились прямо-таки на быструю игру. Лекан здесь неплохо подходил. Пока нет слотов у Death Profit, пока нет слотов у Разора, просто хватает кого видно. Слип стрелу. Кто пытается бежать, помогает Дримкоил и Волками Грейс. Ну и последний банк от Cloud9 банит Абадона. Против вертус, про частенько прямо-таки банит Абадона. Видно, что респект баны. Что и Тринта банил, и Абадона против них банил, как Cloud9, так и Алианс. Но появляется Оршейкер и Дрор Рейнджер напоследок. Этерн Лен и в своем репертуаре. Посмотрим, как это сейчас будет работать. Ну что, Леон, Никс Асасин и Оршейкер. Боевой трилейн снизу. А, Никс Асасин на оффлейн. Можно дать им даже действительно получить опыт. Можно к нему и саппортов привезти. То есть по-разному можно делать. Задача Оршейкера затягивать матч до тех пор, пока не появятся какие-то слоты у Death Profit. Пока не появится хоть что-то у Разора. Cloud9 выглядят довольно боевыми, но в то же время хрупкие. Что есть две женщины на Дрор Рейнджера. Одна синяя, другая на Коте. Скавер от Мак. Ну и, собственно, Бэйн с паком. Как-то пока что у Cloud9 драфт выглядит совсем экспериментально. Но посмотрим, как это будет работать. Похоже, появился у них Верин в себе после прошлого матча. И сейчас в Virtus.Pro подсобрались. В плане драфта, как минимум. Так, ну что, сразу ставится пауза. Кого-то, похоже, забыли в очередной раз. Так, а чего мы так далеко? Давайте посмотрим поближе, что здесь происходит. Это все про Полар. Или да, на Разоре. Женя будет играть на Эр Шейкере. Дикей Фобос на Никс Ассайсин. Ну и Лил. Конечно, Death Profit. Габлак на Леоне. По лейнам более-менее понятно, что Разор... Кстати, Разор куда-то пока что вообще наверх идет. Похоже, поняли про боевой трилейн. Поняли про Бэйн и Миран. И что Разору будет терроризировать. И поэтому Никса отправляет вниз. То есть, додж трилейна происходит. Ну и как мы видим, Клодайн. Бонус, он на Миране подойдет на Бэйн. Действительно, они вдвоем отправляются вниз. На мид пойдет Фата на Пакина, своим коронным героем. АД 1000, Скайврат Мак. Ну и, собственно, Этернал Леоне. Дроу Рейнджер. Ну что, посмотрим. Понятное дело, что Дроу Рейнджер достаточно хрупкий товарищ. Так что, рассчитывать на нее прям-таки в плане супер лейтгейма, возможно, не придется. Учитывая, что есть еще и Бонсен на Миране. И учитывая, что еще и Фата на Паке, возможно, будет делать сейчас дела. Габлак пошел сначала к Никсу. Надо посмотреть здесь на руну, расставить варды. Но, как я ожидаю, будут они вместе с Эллиданом стоять, и, возможно, у Энны будут огромные проблемы. То есть, таким образом, Клауд Найна решает сразу две проблемы. Это где фармить Розор, чтобы не убивали вот эти два товарища. И в то же время, что делать с Дроу Рейнджер. Не оставлять же ее на фрифарме. Так. Плайдай всех видит вообще. На Леона пошел надевать шапку. Надел. Стрела прилетает. На пол ХП Габлаку. Габлака начинает обрабатывать. Внезапно Хейстову. Фобоса пытался дать двойной стан, но вместо этого... Плайдай забирает Фезлат. Обрабатывает теперь еще и Фобосы. Можно продолжать. Сейчас откатится Найтмер. Буквально чуть-чуть мана не хватает. Не стал он терять склерить. Иначе можно было бы еще раз попробовать. И еще раз убить. Похоже, решили, что застрелу убить не успеет. И поэтому Бэйна просто прогнали. О, Бэйна Никса. Время у нас 2 часа ночи. Уже видно, что начинает все путаться постепенно. Так, ну что. Или дам приходит, или дам пока что был один. Но он наконец-то показывает себя саппорт. И Габлака респаунса появляется. Сверху появляется еще Эршекер. Аой. Аой закрывает. Надо проедать дерево. Дерево проел. Получает Хекс. Хекс очень долгий теперь. Давно это уже поменяли, что он теперь долгий. Аой пытается бежать. Пытается жить. 6 секунд до стана. Не хватает маны просто на Фессуру. Сейчас откатится мана, но... Аой тем не менее живет. Клэрити у него, правда, нет. О, Клэрити с Альве. Клэрити-то есть. 5 танго ему как-то не особо помог, что деревья он сейчас жевать будет 10 минут и 2, наверное, пока не отхилится. Ну и Клэрити сейчас должны понимать, что как-то все не очень здорово получается. Сковород просто решил убиться от крипов и сразу возвращается обратно. Вот это, пожалуй, действительно хороший вариант. Лучший. Не более эффективный был. Что, теперь он с фуллмана и готов продолжать. Фуллмана фуллхп. Здесь отбивается, правда, Эршекер. Идет гонять прямо-таки с коврот мага. Но он не понимает, что фармить на этом уровне он вообще не будет, поэтому он стоит за деревьями и получает опыт. О, кстати, Мирана. Убивают они Никса. Ну, это, в принципе, можно было ожидать. Фата на миде 9-5 у нее счет. Деспрофит 3-1. Фата здесь прямо-таки доминирует пока что. Но понятно, что вкачается в крипсоруме пока что второго лаэла. Но, тем не менее, уже в крипов полетели. Но видно, что пак уже... Ну, фата, в принципе, понятно, что пак, он довольно натренированный у нее. От крипсорумов выворачивается вообще без проблем. Хоть анимация там и достаточно быстрая. Так, Бейн пошел искать. Куда делается Никс Ассасин? Вот он, собственно, находит его. Ну и пошел просто выгоняет из леса, намекая, что мы здесь вот эту вот четверть скарства вашу захватили вообще целиком и полностью. Сюда не ходите. Намекает. Поэтому Никс стоит на миде и вроде как помогает. Хочет опыт получить здесь хоть какой-то. Хотя бы второй лаэл, судя по всему, хочет. Одним словом, проблема. На топе, ну, 5 крипов он имеет. 7 крипов у Розора, кстати. То есть, несмотря на то, что Розор там стоял вроде как у них трипл лейн. Но пока что это выглядит не так внушительно. Так, Женя. Женя, получается Алинас. Достаточно долгий с Алинас. Надо бы какую-нибудь подмогу еще позвать. Приходит Элидан, дает Пазмофилд. Видно сразу Жену. Надо пройдать деревья. Получает фиссуру. Застряв в деревьях. Три танга есть, можно попробовать пожевать их, но... Так, ну и теперь, кстати, в Виртуз Про все застряли. Получает стрелу Габлак. Возвращается обратно. То есть, сейчас хоть и потеряли лейную, но, тем не менее, здесь опыта на саппортах осело просто огромное количество. Вот, кстати, что на меде убили Фату, вот это проблема. Не совсем понятно, как это произошло, похоже. Никса Сайсон как-то в этом поучаствовал. Ну, кстати, вроде бы написали бы, наверное, тогда... А, Пак убивал Никса. И сам за это погиб. Вот тогда уже неплохо. Похоже, за Тауру задавил. Но Фат вроде как доволен, что... Давайте посмотрим, как здесь это будет выглядеть по Нетворсу. Вот так это будет выглядеть, что он на третьем месте по Нетворсу обогнал Лава, конечно, на Death Profit, что сейчас приходил Никс. Были какие-то смутные времена для Пака. Так, Пайла, дай. Оригин забирает, ну и готов дальше на приключения. Третья у Лейла уже Брейнса, вторая у Лейла. Уже достаточно больно он будет отщипывать. Ну, а Фата увидел Леона и просто прогоняет его. Дает понять, что абсолютно он не боится никаких хиксов. Так, рисует хитрый план там Фата. Здесь Бейн крутится, просто смотрит на Фобоса. Ну, и Фобос, кстати, второго левела. То есть Бейн его по уровню даже обгоняет, что Никс ходил-ходил. Сказал, что не будет он больше переходить на ботом. Так, кстати, увидел, что выходит Бейн и сразу просто бежать. Это единственный вариант, верный. Потому что иначе ты погибаешь. Ну что, казалось бы, на дрову здесь за дрову приглядывают втроем. И в то же время Разорта не особо сильно ее перефармливает. То есть, ну, на три сотни. Сейчас он погибнет один раз здесь с подышкой, если эти три сотни к нему вернутся. Но похоже, что не погибнет, потому что втроем все опять на Энэ. Энэ пытается пострелить. Прогоняет Габлака, сразу множественный телепорт, появляется Паладай. Перекрыли Энэ фиссурой. Внезапно все застряли опять в лесу. Ну и первым погибает Габлак. Вторым погибнет Элидан. Элидан здесь тоже застрял. Отпевает ману Жени 6 секунд до стана. Фиссура появляется. Так, кстати, что было, не погиб Энэ. Как бы фиссура сейчас не дала внезапно Шейкер. Ну и дает фиссуру и убивает прям-таки кончиком фиссуры. Убивает все-таки дрова рейнджер. Отлично отыгранно. Сам, конечно же, погиб. Но, тем не менее, факт остается фактом, что вот она почти догнала уже Элидана. И вот уже перегнала. То есть, в принципе, это работает схема. Чтобы полезли в Virtus.pro. Вроде агрессивно набежали. Вроде неплохо, что их трое на одну бедную эндрова рейнджер. Но пока лазили там по деревьям, по кустам этим. Уж более неприятные эти кусты у райдинтов. У дайров, точнее, здесь. Примерно такая же схема и здесь. Первый дринкойл был потрачен. Пока что 40 секунд кудауна. Экзорцизма у Death Profits совсем нет. Ну и Фаты. Вообще не стесняется эта женщина. Руну отбирает. На ровном месте. Так, ну что. Выходит Энэ. И стоит Женя. Готов перекрывать прям-таки. Думаю, что делать дальше. Надо ждать второго саппорта. Надо ждать глубока. Кладная им показали, что если что, прилетает сразу же вся команда. То есть то, что там стоит один лишенный, это... Он просто стоит и получает опыт. Рано или поздно вкачает свою ауру. У них команда 5 рунжовых героев. Что аура всем это будет приятно. Всем будет полезно и... Будут рады только. Ну а пока нет необходимости его спасать. Все просто фармят. Фармит бонсен. Рядом ауэ. Получает просто опыт. Бэйна позвали на топ на случай. Если будет атака какая-то, чтобы он просто кидал свои... Найтмера спасал. Или Бэйна, либо... Или Дана там прятал как-то в Найтмер. Стоит по Ададай на варде. То есть видит его прекрасно. Виртус Прон, но как-то особо не смущается. То есть вроде и не набегает, но вроде и... Особо как-то сами не смущаются. Остальных всех видно на карте, это главное. Так. Кобус. Получается Аленс. Стрела не попадает, но можно добить просто вручную. Липк, к сожалению, не потратил Мирана. К сожалению, для него... И очень уж удачно. Здесь именно в этот пароход станом попадает. Фобос. Ну, есть Аркейм-болты. Есть такая штучка. Спайткерпес называется. И поэтому не догонит. Ауэ, здесь уже никак. Неудачно немножко получилось. То есть стрела буквально чуть-чуть не попала. Понятно, что когда вблизи стреляешь вокруг Мирана, удобнее и оббегательнее. Турон рейд не такой большой. Пока она там анимацию своей стрелы зарядит. Может все получится неловко. Апак на миде продолжает выфармить себе на блинк. Как только появится блинк уфат, вот тогда начнется настоящая игра. Пока что выходит на руну. Смотрит на баунти здесь. Кстати, курьера несет бутылку. Фобос пятого. То есть рано или поздно появится Виндетта. Но эти два товарища с ботомлейной выходят в мид. Надо убивать Дэс Профит. Сальни сдали. Ну и убили даже стрела, не потребовалось. Стрела осталась. И остался Хейс. Что-то самое главное. То есть Бон Сэн сейчас еще куда-то может прибежать. И надо бежать уже. Потому что на Палайдай здесь нападают. Сразу телепортируются. Прилетает Скаверт Маг. Все просто бежать начинают. Невидимость. Нажал Мирана. Если антривард есть заранее. Снимает на себя Алидан. Найтмар. Спасает Габлока таким образом. Появляется обратно. Начинает давать Пазмафил. Проблемы у Палайдай. Палайдай. Избегает стана. Эрспайк. Оказался недостаточно длинным. Здесь не попал стрелой. И Бон Сэн готов бодиблочить. Похоже судя по всему. Готов вручную расстреливать. Статик линк. Статик линк. Нет. Лидан просто в кусты спрятался. Но вроде бы работает. Уже больно. Там много крипов. И поддержки нет никакой абсолютно. Бон Сэн. 4-11 счет. То есть пока что Клауд Найн. Все еще на коне. Понятно что на этот раз драфт. Чуть-чуть более. Скажем так рисковый. Но в то же время. Скоро уже у Бэйна появится ультимейт. Скоро. У Пака появится. Блинк. Можно будет драться уже. Куда комфортнее. Дэдпрофит пока что до сих пор нонфактор. Он получил пока что только первый свой ультимейт. Но. Как мы уже видели. Возможно ко второму своему ультимейту. У него уже вышка совсем не останется. И. Героев на карте. Будут там просто фармить. Энви просто массово рейсбэнды закупает. Начинает делать себе отпулы. Надо было ей себе вернуть обратно. Иначе не дело. А здесь просто стоят и выжидают. Когда же появится руна. Фобос с Вендеттой. Пошел забирать баунтируну. Есть реген. Ну все. Никсам можно привозить на топ. И с Никсом пытаться как-то здесь обрабатывать. Обыграю ситуацию. С его не видим. С его Вендеттой. Задача затягивать матч настолько. Чтобы здесь Деспрофит хоть что-то выфармило. Понятно что Элидан. Но на самом деле у Элидана могло быть гораздо хуже. Учитывая как каждый раз здесь падает. Так Энви. Получает Вендетту. Начинает метаться. Попадает на один стан. Сейчас будет второй стан. Энви уничтожает. Энви все еще очень долго жил Энви. В итоге получает. Успевает опыт получить с Леона. Здесь Фобос просто бежать. Мирана убивает в одиночку просто Элидана. Вот он блинк у Пака. Ну и Пак побежал дальше. Он готов убивать любого. Золото он свое потратил. Чего им терять? Сунулись было туда Эр Шейкер. Поместить Деспрофит. Но сразу же понял что надо уходить. Ну кстати. Изменения в опыте казалось бы не такие большие. Что. Три в одного. И в то же время 1700. Получили одни тысячи. Получили другие. Ну 1100 даже. То есть Деспрофит сняли так неплохо вполне. Деспрофит с Дрова Рейнджер. Ну есть еще и Тауру. Собственно в этот Тауру уткнули. Сейчас Клод 9. Думает стоят. Вертус просто. Стоит ли дефт не стоит. Ну понятно что уже не успевает. Они ничего абсолютно сделать. Сентри вар здесь поставили. Так приезжает. Или Дан. Начинает всех распугивать. Невидимость нажали. Но Энви показывал себя. Вот он стоит. Внимание не обращает абсолютно ни на что. В своей невидимости. Габлак его сторожит. Но ждет поддержка. Нужен вот этот вот товарищ. Никса боялись сверху. Против него ставили сентри вард. Но Никс приходит снизу. И Энви понимает что. Что-то здесь не ладно. Никого нет очень давно. Никс не показывается на топе. Поэтому надо просто отойти. Поэтому Фобос походил и посмотрел. Сейчас закончится уже виндет. И в итоге Энви. Все правильно почувствовал. Радиант с топ-тауэр. И он под атакой. 23 урона уже Саура дает. Он для Мираны. Я думаю Этамирана здесь себя еще покажет. Ну что смотрим графики. 6000 по одному графику. Чуть больше 5 по другому. То есть уверенно себя чувствует Клодной. То есть ранняя игра за ними. Надо сейчас попробовать убить Рошана. И если хорошо все получится. То возможно пойдут сейчас сразу же ломать. Очередной какой-то Тауэр. Как там кого-то Рошана не совсем понятно. Минус армора нет. Поэтому вручную просто пытаются кайзить в разные стороны. Лишь бы не давал он слэм. Не замедлял атаку. Разбегается. Так. Накодит Фобоса. Там стрела попадает. Влетает пак, дает Дримкоил. И минус Фобос. Пака тем не менее убили. Нажимается экзорцизм. Ломается варды. И Вертиспро готова здесь всех прогонять. То есть нажали Мистик Флэр. Нажали Дримкоил. А после этого ничего не остается. А как-то перелезть под экзорцизм. Но все эти станы не совсем понятно. Так. Стрела. Стрела в Рошана. Помогает Бон Сеон. Сейчас закончится ультимейт. И вот тогда надо будет уходить уже. Так. Здесь кстати Бэйн. Бэйн находит. Есть Найтмер. Но это Разор. Спасивка его замедлит. Так. Надо план перехват устраивать на самом деле. Что есть. Пойдут сейчас люди. Вот Бон Сеон стоит сейчас перестреливаться. Стрела полетела. Ну как-то уже стрела мимо кассы. Ну а пока все это происходило. Энвен начал. Пытался запушить Тауэр. Но в итоге попался сам. Прилетает Эршейкер. Готов встанет. Рядом еще и Лил. Наверное само собой уничтожает. Не очень здорово получилось. Ну Клавдайн. Обыграть ситуацию с Рошаном. Ситуация с Рошаном еще даже не закончилась. То есть сейчас еще раз туда пойдут скорее всего. Обе команды рано или поздно. Пока что Пак прилетает на топ. Начинает топ этот активный сплитпуш. То есть сейчас надо возвращаться кому-то из. Вертаспро на топ. Ну тогда можно будет с Рошаном что-то сообразить. Как-то немножко пожадничали в этом плане. Что не медальона нет. Медальонов Каррош. Не какого-то там минус армора интересного. Просто так вот. Так, его нашли. На какой-то Лидана кстати. Просто я фармил. Притом фармил соло. И так и попался. Портрет с Аквилл у меня есть. Но похоже портрет с Аквилл у него будут еще достаточно долго. Четыре раза он погибал. Видно чуть меньше тысячи с него сняли. Семьсотен точнее. Так, Энни продолжает свою схему. Стрела. И вот пока стрела есть. Пока встанет Рошан. Надо его бить. Перепрыгивает. Чтобы не было слэма. Иначе будет замедлен слишком атак спид. Так, а там кстати пак соло убивает Габлака. Просто на меде. И пространство своим создал. Энни на этот раз с Айгисом. Скоро будет еще Яша. Еще побыстрее будет бегать. Избегать будет смерть. Еще активней. Пак и тысяч семьсот. Посмотрим что это будет. Будет ли это. Что-то вроде Дагона. Появится ли Юл. Появится ли что-то еще любопытное. Сайт Вайс. Аганим в конце концов. Напоследок потом. Аганим и пак уж более любопытная вещь. Собственно видим. На это и расчет. В плане лайтгейма. То есть если игра затянется. Внезапно выяснится. Что у Розора 10 тысяч кп. И вместе с Death Profit. Что выбегать туда нельзя. И все напрыгивают на этот Дроранжер. Что Никс. Что Шейкер. Что Леон. Просто брустят ее за три кнопки. Надо чтобы кто-то поправлял ситуацию. Это будет Мирана. И это будет Пак. Пока же покупает себе просто Пауэртресс. Тысячу золота оставляет. Так ну и что дальше. Дальше Фата пошел прикрывать. Сейчас Энны. На Энны скорее всего будет какое-то нападение. Пак мог купить гем. Но не стал этого делать. Пока что ровновато действительно. Ну а Никс вместо этого на топе. Он смотрит на Бон Севна. Так приходит Шейкер. Так. Ну и в общем-то здесь эти землекопы просто. С всей своей землей. Миран уничтожили. Раз показали все саппорты. Надо просто убивать. И убили Дэз Профит. Фата бежать. Если пытался кто-то прилететь. Помню что это возможно не лучшая будет идея. Вертус Профи. Все еще видно их на топе. Там кто-то отменял телепорты. Это скорее всего Эр Шейкер. Так. И Лидан. Видно Лидана. Бон Севен там бежит. Но уже... А это не Бон Севен. Это Ауэ. Тогда ладно. А ну есть еще такая штучка. И вот такая штучка. И это минус Лидан. Нес себе рецепт на Брейсера. Но... Рецепт так и не дождался. Ну и на второй уровне у него уже Маркс Матшипа. Его ультимейта. Расстрелили Тердуан. У него вообще внимания никто не обращает. Там был какой-то товарищ. Собственно. Дэз Профит. Ее вдвоем с Паком убили. А вот кстати Блинк. Блинк уникса. Это может помочь. Так. Пак. На приключения. На Габлака. Габлак. С Фингера в Дес. Поэтому надо аккуратнее. Паку особенно. Уж больно он хрупкий. На Габлак дает понять, что у него здесь где-то поддержка сидит в кустах. И на Паке просто набегает. Готов убивать его соло. Пугает одним словом. Не дает хорабриться здесь. Кладдайн он. Ну что. Графики. 8000 по одному графику. Чуть больше 7500 по другому. Ну то есть продолжается падение курса акций Virtus.pro. Давайте посмотрим, какие здесь закупки. Здесь Виталити Бустер у Скаверотмага. 1100 хп. Здесь. Ультимейтор похоже летит уже. А нет, это Санжин Яши похоже доделал. Да, действительно Санжин Яши. Параллельно Дефьюзл для Мирана и для Пака. Давайте посмотрим, есть ли что-то для Пака. Нет, Пака просто для 200 и мы нормальные. Смок нажали. Здесь в Смоке сами Virtus.pro ходит ищет. Не могут понять, куда все делись. Кладдайн в их лес, а в их лесу вообще никого нет. И здесь хоть ломает просто базу. Найн шел вперед, так идет. Ему Аэгис надо тратить. Почему бы не идти вперед? Сейчас сзади будут заходить по-хитрому Virtus.pro. Понимая, что здесь возможно будут варды и получится совсем неаккуратно. Поэтому надо как-то... Так, все показались. Невидимость. Юл. Где просветка, саппорты там все еще бегут. Здесь Пак находит. Эршейкер. Эршейкер тратит фиссуру. Пак тратит дримкоил. Он, кстати, убил Леона там. Это самый Пак. Так. Влетает Фобус. Думает, что делать. Получает стрелу. Сразу нажимает свой спадкерпус. Подстанет вообще всех. Пайлайдай бежать. Отпивается обратно с Айленсом своим. Получает крифсуру. Он пытался съесть Лилу, но... Как-то с Лилом не очень аккуратно получилось, что просто автоатакой его так и добили. Сейчас Энви надо включаться наконец в игру. Приходит Энви. Помогает Бонсайону. Бонсайон чуть было не погиб. Получает статиклинг. Летит стрела. Стрела попадает. Фобуса. Энви все-таки живет. Приходит Габлак. Получает от Пака. Пак перепрыгивает Габлака. И Габлак мечется. Он хочет потратить наконец свой фингер оф дес. Думаю, что делать дальше. Энви наконец-то воскресает. Пса Эгиса. Было бы очень неловко, если бы он погиб как раз в тот самый момент, когда его разор. Чуть бы он не добил. Если бы Эгис протух к тому моменту. Но видно, что... Энви это не сильно беспокоило. Энви известен тем, что такие вот вещи... Таймит. Раньше он с кучей таймеров играл. Так, ну все. Тир-2 падает. Летит огромное количество людей. Получает сразу Сайленс Фобус. Пак думает, влетать, не влетать. Там вроде бы Сайленс прилетает еще и Разор. Поэтому, пожалуй, надо разойтись. Так, что-то такое прилетело. Как-то непонятно. А, Юл там, собственно, Фат летает. Но слотов не хватает. Надо пересобраться. Надо выкинуть здесь кусочек какой-то. Вот, нульталисман он выбрасывает. И он пошел Фобус убивать. Вот так. Все, угилталисман. Молодец. Расстраивается Фат, что экономически он неэффективен в случае с Курьером. Микроменеджмент он не осилил. И ходит, просто ждет руну. Знает, что винда это потрачено. Бояться больше некуда. Так. Находит Бэйна. Дает ему Сайленс. Рядом Энви. Там поддержка бежит. Там аж в четырем бегут. Так. Бэйна ащипывает. Сайленс дали. Размахивает Сэр Шейкер. Станет. Двоих влетает пак. Ставит Дримко. Это минус один. Это минус два. Пытается улететь трещь. И это минус три. Ну и сразу же можно бежать дальше. Здесь видно Лидана. Можно с Стрелой попробовать его пришпилить. Нужна, правда, поддержка со стороны Фаты. Вот, собственно, приходит как раз Фата. И надо с Стрелой попасть еще. Вот это тоже проблема. Но есть Дефьюзл еще. На этот случай так. Фата. И комбинация работает. Елу мы подняли. Стрелой пришпилили. До свидания. Ну что, похоже, эта игра будет такой же быстрой, как и прошлая. Несмотря на еще более, казалось бы, рисковый пик, пока что вообще никаких проблем не испытывает вкладная. 9.27. Продолжают они потихоньку избивать. Virtus.pro. 15 тысяч здесь. 14 здесь. В принципе, уже картина вырисовывается, что скоро будет. Есть Родов Атос здесь. В принципе, его есть. Возможно, что-то еще потом появится. Собственно, огоним же. Почему бы нет? Ну и последний внешний Тауэр падает. Энви скоро получит свой 16-й. Он пока что только 14-го левела. 3.900 у него, кстати, в кармане. Ливан с Никсом фармят. Казалось бы, они могут вдвоем этот Дроу Рейнджер убить, но уже даже не рискуют. Уже просто стоят и бьют крипов. Virtus.pro. И пускают в лес. Пофармить Death Profit. Надеюсь, все зафармено уже. Вообще ничего нет. Энви постарался в этом плане. Так, Фата. Фата здесь тоже старается. Он убивает Эршекер прямо на базе уже. Наблюдал я за Энви. Думал, будет его ганкать, не буду. Будут ли его пытаться там как-то Юлум подбрасывать на речке. Успеет ли туда кто-нибудь? Увы. Вместо этого ВП потеряли Эршекер. Black King Bar теперь для Энви. Возможно, подождут следующего Рошана. До Рошана до таймера осталось буквально полминуты. И потом уже станет все понятно. Так, Лен на базу. Здесь была информация про Хейст. Энви ждет свой Black King Bar. Ну и теперь готов вроде бы как драться. Пока что не 16-й, но я думаю, 16-й после первого же тимфайта получит довольно быстро. Ауэй доделает свой любимый слот. Отправляется на базу. Отзали себе мана. Он 11-го левела. Ну и вроде как все готово. Black King Bar сейчас доделает уже и полай дай. То есть все закупают слоты. Д-300 уфаты. Отпугивает он Эршекером. Ну и сам бежать. Так, ну что ВП? Видит, что есть огромное количество крипов. На карте нет вообще никого. Вот наконец показывается разор. Становится понятно, что там скорее всего вся команда. Ну и надо собираться. А нет, дает ПАК. ПАК дает информацию, что есть Эршекер. И здесь Дэс Профит. Сюда же прилетает еще один товарищ ПАК. Пытался. Эх, и слэм ему бить Дженни. Ну, действительно убивает, тем не менее. Есть такое количество стану в контроле. Сайленсов. Что это работает? Ну и кстати, это блин для Шейкера. 3-400 с одного ПАКа сняли сейчас. Вот тебе и камбэк, механик. Что, вот это все хозяйство? Да и тысячи золота. Что, сейчас у Шейкера в следующий раз будет встречать товарища Эхо-Слэмом. Возможно, даже 2-го ЛЭЛа. Так, есть проблемы, кстати. Так, сдали вообще все на свете. Стрелой, тем не менее, получает в лоб Габлак. А Бон Сэну пора бежать. У нее есть лип. Если что, отпрыгнет. Но у Лидана проблемы. Лидан пытается телепортироваться. Никуда он уже не улетит. И здесь еще нашли, помимо этого, ДиК Фобоса. Но Фобос... Как-то он на границе с энтре... С энтре варда ходит. Думает, что делать дальше. Пошел убивать Скайвертмага. Но у Скайвертмага, увы. КП. 1300, между прочим. Так, стандал. Моноберн. Кстати, Моноберн, наверное, больше урона, чем ВД тоже наносит. Получает Родов Атос. И все, идет, погибает просто. Пришел Энви. Так, фиссура от Жени какая-то. Помешала вообще всем. Сам Женя погибает. Просто от вышки. Ну, как минимум, помог своему другу. Помог Никсу. Ну что, Бэйн наконец доделал Блэкинбар. Надо прохилить теперь АУ-2000, пересобраться. А то как-то не ряшли, они по разным сторонам карты бегают. Что с одной стороны всегда ПАК занимается какими-то убийствами. С другой стороны... Все остальное, команда бегает, фармит чуть ли не всю карту. Вот, еще и у этого Блэкинбар. Ну, а Дэс Профит догон. Есть вариантов-то не так много, что... Вдвоем с Леоном нажали по кнопке, и это минус. Уже что-то. Учитывая, что ей золото дают миллионы просто за каждого битву, то надо действительно стараться и... Минусовать. Говорит Энни про Рошана. Как я говорил, у нее на все таймеры есть. Похоже, мискликнул. Так, Shadow's Take Us. Здесь невидимый Фобус, кстати, ходит. Удивлено, что гема до сих пор нет, кстати. Так. Ищет ПАК. Находит. Находит Леона. Дрим Койл не попадает вообще никуда, но... Стрела в габлака. Габлака просто уничтожили. И Ледана тоже вообще не заметила. Кстати, добить бы Ледан. Добили, наконец, Ледана. Все в Блэкинбарах. Внезапно приходят из ниоткуда трое в Блэкинбарах. Дэс Профит вроде как с экзорцизмом своим, но можно переждать просто крипов пока что допушить. Ну а потом уже делать все остальное. Сейчас вроде бы надо сходить на Рошан. То есть прям-таки в хайграунд ломиться никто не будет. 20 секунд до респауна Розора. Поэтому надо просто пересобраться. ПАК, похоже, Линкен делает. Учитывая Пресеверенс. Напомню, Фиссура. Фиссуру поправили. 6.82, что не блокируется она больше Линкеном. То есть это может быть проблемой для ПАКа. Что его один Шейкер может законтролить настолько, что он вообще никуда не денется больше. Рошана здесь убивает. В Рейсбэнде. Постепенно заменяет в Рейсбэнде. Этернлайн и что ли? Постепенно себя окупает ранние статы. И на замену приходят уже более-менее нормальные статы. Ну что, дальше только хайграунд. В принципе, вышки-то закончились. Аэгз забрали. Дальше фармить особо смысла нет. Мало ли, там еще внезапно выяснится, что и Экзорцизм третьего лейвла стал. И Розор с Агонимом там каким-нибудь... Блоким Баром. Но, понятно, пока что все это мечты для Вертус Прон, но... Здесь, кстати, пошли ловить Фобосы. Пока что гема до сих пор нет. Перемещается. А вот с мешком с Н3. Оставили Энви на меде. Ну и просто вышибли из него Аегис. Габлока теперь охватает Пайлодай. Появляется обратная Энви. Нажимает Блоким Бар и начинает убивать Элидана. Элидан готов воевать до конца, судя по всему. Похоже, на этом просто развалится. Как бы сейчас GG уже не сказали. Показал себе Аникс. Влетает там криты чуть ли не по тысяче. Ну и Женя последний здесь живой. В живых осталось только Death Profit. Но это потери стороны. Death Profit, похоже, в живых тоже не осталось. Так. Его. Ну и чего. А дальше блинка-то нет. Ну и на этом, пожалуй, Постепенно будут заканчивать складная. Расстреливают здесь сторону. На всех ауру Дрон Рейнджера работают. Если стреляют довольно больно, видно, что здесь 86 плюс 85, например. Правда, это товарищ с Блоким Баром. Вот так лучше посмотреть. 61 урон бонусно. Сторону потеряют. Пока что не сдаются. Ну ладно, дело сделали. И отправились в свои айси. То есть сейчас отрегенится. Купит себе слотов новых. Вернулся, потом продолжит. Летит Линкен для пака. 2-400 номераны. Так, кого здесь видели? У Вилли Фобоса здесь сентри стоял. Кстати, новый сентри. Как-то его совсем не замечают уже. Ну, как-то я не очень согласен, что 25 тысяч по одному графику, 25 тысяч по другому. Но пока что понятно, что право самих игроков. Не хотят сдаваться. Можно играть до конца, действительно. До падения трона. Не все одобряют. Такие вот ранние джи-джи, что мало ли вдруг будет супер камбэк. И там, ну, мы видели, что оседают. Опыта и золота просто миллионы, если убить. Ну, аж больно. Все пока что печально выглядит для команды Virtus.pro. И печально это выглядит уже на протяжении получаса. 5000, например, уэнные. Готов фармить дальше. Всегда это делает. Пак опять на приключение, но здесь уже более много народу. Пошел его искать. Фобос. И Пак все понял. На этот раз у него Линкен. На этот раз его не подловит. Никс на стан. Разве что даст ему на Берн. Так. Фиссуру блокирует. Напомнили. Спрятался Пак. Есть и У. Туда все вообще сдали. Ну, а Пак просто упрыгнул. И вот есть стрела ей просто в лицо Фобоса. Блэкин бар нажали. Убили Фобоса. Придет ли еще кто-то? Вот идет Бэйн, например. Так. Там Разор. Вцепляется в Бонсен. Выясняет, что Миран его просто соло убивает. Ну, и Бонсен хватает. Death Profit. Хоть Death Profit можно, в принципе, и просто заживать. Застрел Пак. Пак упрыгивает. Все-таки науэр выживает. Ну, и Габака здесь. Кстати, Габака неужели идет? Прыгает, наконец, Миран. Габака убивает. Ультра-кил для Бонсена и Женя. Рампэйдж. Где там рампэйдж? Вот она, Мирана с дабл-демжем. Надо добивать. На стрелу у него хватает мана. Пройти он не может тоже. Говорит, пустите. Сейчас буду делать рампэйдж. Ага, и Бэйн суворовал. Вот так вот. GG. Ну, что ж, друзья. Вторая серия у нас получилась. Ну, не настолько любопытная, не настолько интересная. Довольно быстрая были игры. Но, тем не менее. Посмотрели сегодня довольно любопытные матчи в первой серии. Напомню, записи появятся на Ютубе. Записи появятся, ну, буквально часа через три. Не знаю, как зальется, как все это запроцессится. Вот. Ну, и спасибо всем, кто смотрел. До встречи. До завтра. Завтра в 23. По Москве начнем. То есть завтра всего лишь одна серия. Расписание всегда будет.